Мегапроекты Я считаю, что мегапроекты делают обычные люди Но есть такая вещь, как фобия крупных компаний Кто не думал, что, например, в Газпром можно устроиться через знакомство Что работая в компании, где 10 тысяч человек Ты только какой-то маленький винтик, маленькая шестеренка Которая незаметно, без индивидуальности, абсолютно обезличенная На самом деле все по-другому Крупная компания дает вам перспективы, возможности И огромный багаж опыта, который вы приобретаете Работая с абсолютно разными людьми со всех стран Элементарно мой пример То есть далеко не ходить Я участвовал в строительстве Олимпиады То есть я без загрузения совести считаю, что Сочинская Олимпиада Это мегапроект Представляете, за 5 лет было построено больше, чем 200 объектов Олимпийских, непосредственно спортивных, инфраструктурных, транспортных И это делали обычные люди Просто была действительно какая-то большая цель И сейчас я вам расскажу немного о нашем мегапроекте Кто слышал про угольный терминал Лавна, который строится в Мурманской области? Молодцы, значит я продолжу Это двое? Двое, двое Это успех, я не зря сюда летел из Москвы Это действительно уникальный объект Это самый крупный угольный порт в Арктике Это 18 миллионов тонн в год угля Это круглосуточно, круглогодично отгрузка двух судов угольных Типа капсайз, которые берут 150 тысяч тонн угля к себе в трюмы Сейчас на этапе строительства у нас порядка 1000-1200 рабочих мест А потом, когда мы его запустим в 2023 году Это 500 рабочих мест именно эксплуатационного, навикоемкого персонала То есть это действительно уникальный объект для Арктики Он уникален даже не тем, что он самый большой, самый крупный, как вот любят мерить все Это объект, который будет снабжать углем сначала Европу, чтобы они могли пережить там отопительные сезоны свои А в перспективе Азию, если запустят Северный морской путь, то мы сможем возить уголь в Юго-Восточную Азию, Китай, Индонезию У нас на терминале реализован будет комплекс оборудования Тюссенкруп Это немецкие производители судопогрузочного оборудования Это самое экологичное оборудование в мире У нас не будет ни угольной пыли, никакого загрязнения окружающей среды То есть вся перевалка будет полностью закрытая То есть даже, не представляете, когда в трюм угольного балкера опускается хобот и происходит загрузка угля Специально создается разряженное давление воздуха при этом, чтобы угольная пыль не распылялась наружу при этом А оставалась внутри трюма Это помимо орошения взвесью воды, чтобы не допустить никакого там загрязнения окружающей среды и флоры и фауны Здесь увязано и судопогрузка У нас будет большой железнодорожный фронт То есть у нас будут приходить большие составы с углем У нас будет единовременное хранение больше 1,3 миллиона тонн угля на четырех огромных складах То есть это вот именно очень сложный с точки зрения операционной деятельности механизм Который потребует профессиональных и подготовленных кадров Я призываю вас изучить этот проект и в принципе обратиться в нашу кадровую службу на период эксплуатации То есть мы будем в ближайшее время, я думаю, в ближайший год формировать кадровый резерв под эксплуатацию Под персонал, который будет непосредственно обслуживать этот огромный механизм Будет большой вот этой вот семьей, которая обеспечит наши вот мега-результаты совместные Я думаю, вот на этапе эксплуатации можно как-то будет попробовать постажироваться Причем оборудование уникальное, технически сложное Оно вплоть подразумевает до международных командировок и обучение ему Я вот человек, который на своем примере показывает, что на работе действительно удовольствие Да, ты идешь на нее в 7-8 утра и возвращаешься иногда в овертаймы Но это то, к чему ты причастен, это действительно интересно И хочу немножко подытожить, сказав, что сейчас Мурманск это тот район, тот регион, где созданы все возможности для вас Куда переезжают специалисты со всей России, даже ближнего зарубежья, чтобы здесь поучаствовать, поработать И самое главное в жизни, вот хочу с вами поделиться, это момент созидания К этому, возможно, приходишь с опытом, но когда ты к чему-то причастен И через какое-то время, через пару лет, 10, 20, 30, проезжаешь мимо и говоришь семье или друзьям Вот здесь я был, здесь я строил, здесь я как-то был связан с этим Это даже не представляете, какая внутренняя мотивация и самоудовлетворение Поэтому я призываю вас учиться, выбирать ту профессию, которую выбрали, отдаваться ей на 100% И если все-таки это будет Мурманский район, Мурманские регионы, Мурманские мегапроекты То оставаться здесь и становиться их частью АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok